Всем привет! Меня зовут Серега, Сайбербанана, и ты просил, расскажи, как понизить пинг. Специально для тебя у меня есть парочка способов, но... Для начала я тебя попрошу подписаться, потому что я хочу исполнить свою мечту получить 100 тысяч подписчиков. А, ты уже подписан! Хорошо, тогда первая ссылочка для тебя скоро. Итоги розыгрыша. Ну а я начинаю. Вот ты мне можешь сказать, что такое пинг? Я думаю, да, мы все знаем, что такое пинг. Это твои данные дошли до сервера, ну, якобы обратно. Вот и все. Это вычисляется в миллисекундах, как они быстро туда-сюда дошли, твои пакеты, так скажем. Вообще, какие могут быть причины? На самом деле их куча, просто множество причин, почему у тебя пинг такой. Во-первых, это говняный интернет. Это всякие вирусные программы, это какие-то незакрытые программы типа торрента, знаешь. Даже тот же самый антивирус у тебя будет сжрать твой пинг. Поэтому, братан, сейчас мы разберем 6 способов, которые тебе помогут, но если тебе их будет недостаточно, также пиши «хочу вторую часть по понижению пинга». Я тебя услышу и сделаю вторую часть. В общем, поехали! Первый способ. Ну, а он заключается в отключении всего, что есть в автозапуске, ненужного, смотри аккуратно. Ну и плюс закрытие также ненужных программ, которые находятся в диспетчере задач. Как это сделать? Нажимаешь Ctrl-Shift-Escape. У тебя появляется тот самый диспетчер задач. После чего ты видишь, что у меня открыто. Также, кстати, посмотри, как сильно у тебя нагружен центральный процессор, как память, диск, сеть и тому подобное. Вот. Ну, нам нужно сначала зайти в автозагрузку. Посмотри, видишь, у меня очень много чего отключено. Поверь, если ты туда зайдёшь, ты там столько всего найдёшь. И отключай. Но с умом, дружище. Отключай всё, что тебе не нужно. Например, смотри, у меня включен Steam. Потому что мне это надо. Он вначале загружается, и я не парюсь. Обязательно Realtek HD Audio. Это мои драйвера на звуковую карту. Они мне тоже нужны. Ну, вот, например, Epic Game Launcher, он мне не нужен. Знаешь почему? Потому что это Fortnite. Fortnite играет мой малой. Как-то надо тоже будет поиграть. Discord также включён и так далее. И ты тоже отключи всё лишнее. После чего заходишь в процессы, и тут уже смотришь, что тебе не нужно. Смотри, сколько вас у меня жрёт нереально, что здесь не нужно. Например, интернет Microsoft Edge. Вот мне он не нужен. Он нагружает немножко память, поэтому мы берём просто и нажимаем кнопку «Снять задачу». Это поможет, по-любому поможет тебе понизить твой пинг. Потому что очень много таких программ нереально жрут процессы и интернет. Особенно, кстати, следи за сетью. Обычно торрент жрёт. Ты якобы вроде ничего с торрента не качаешь, но он поджирает твой интернет. Поэтому отрубай всё, что тебе не нужно. А мы поехали ко второму способу. Ну а он заключается в выставлении региона загрузки. Как это делается и для чего вообще это нужно? Это, чтобы твои пакетные данные дошли как можно ближе. Чем короче путь, тем быстрее отклик. Ты понимаешь, да? Как это сделать? Заходим в настройки, после чего загрузки. И в загрузках тут вот есть регион для загрузки. У меня в Санкт-Петербург, если ты живёшь где-то в другом месте, даже если ты живёшь в Африке, не надо ставить загрузку из России. Ставь Африку. Находишь, в общем, близкий под себя регион и выставляешь. И я уверен, твой пинг сразу станет меньше. Видал? О, рофл. Ладно, пацаны, всё, поехали. Третий способ. Ну а он заключается в отключении обновлений как Steam, так и обновлений твоего Windows. Да и обновлений любых программ. Как это сделать? В принципе, в Steam понятно. Заходишь в те же самые настройки, загрузки, и вот тут автоматически обновлять игры и так далее. А как сделать это в Windows? Ну, в Windows это то же самое. Заходишь в настройки, обновление, и тут обновление, и тут изменить период активности, дополнительные параметры. Там, в общем, всё это отрубаешь. Ну и также, не забывая про антивирус. Он тоже обновляется. И очень, кстати, часто. Это очень сильно напрягает. Особенно в катках бывает. Он начинает грузиться, и ты такой... Я помню, с Касперским столько схавал этого. Поэтому просто либо выстави ночной каком-нибудь режим, когда ты не играешь, где он там, пусть в ночь обновляется. Либо отключи полностью это обновление. Понял? Окей. Поехали к четвёртому совету. В чём он заключается? Ограничение пропускной способности у меня стоит неограничено, но ты не торопись. Если у тебя интернет, ты понял, да? До 2,5 мегабит в секунду выставляя это значение. Если 3 и так далее. Если ниже 1, выставляешь всё, что здесь написано. Ну, начни с неограничено. Попробуй с этого. Если пинг у тебя реально взлетит, тогда окей. И не забудь, что максимально допустимый пинг в поиске матчей ты тоже можешь выставить. Но тоже не торопись. Начни, допустим, со 100. Понись до 90. Понись до 70. Понись до 60. До 50. До 40. До 30. И так далее. Выбери для себя подходящий пинг. Но бывает, что ты наставил там, допустим, 70 и 10 минут ждёшь, катки нет. Это означает, что, братан, надо повышать максимально допустимый пинг в поиске матчей. Понял? Окей. Поехали к следующему завету. А этот совет заключается в том, что на пинг также влияет как и повышение фпс, так и понижение вар. Чтобы это всё у тебя заработало, я оставлю ссылочки в описании. Там мои способы, они тебе помогут обязательно. Поэтому юзы, работает, не работает, обязательно потом напиши мне в комментариях. Я знаю, что работает. Но хочу это услышать от тебя. И поехали к заключительному способу. А это потеря пакетов. Давай немножечко теории. Видишь справа, NetGraph 1, ты знаешь, в консоли писать, есть лосс и чок. Лосс – это означает, когда пакеты сервера до тебя, ну, не до конца дошли. То есть, сколько процентов у тебя там показано, столько пакетов ты и потерял. От сервера к себе. Но если чок у тебя скачет, это значит, что-то от тебя не дошло до сервера. Смекаешь? Окей. И теперь давай посмотрим, что можно с этим сделать. То есть, если у тебя по нулям и там и там, это значит, нет проблем с интернета вообще. Но если есть какие-то проблемы, если лосс, то пишешь в консоли такую штуку. CL, Update Rate, 64 – это дефолт. Попробуй выставить значение 128. И если потери пакетов не будет, отлично, значит, пин должен у тебя понизиться. Но если у тебя он наоборот, пакеты появятся, потери пакетов появятся, это означает, что тебе нужно понижать его. В общем, разбирайся и пробуй. С чок происходит примерно то же самое, но команда должна быть другая. CL, Command Rate, 128. Ну, так же, ты понял. Стандарт 64, до 128 подгоняешь, смотришь. Если пинг у ней понизился и чок не повысился, великолепно. Если нет, наоборот, так же. Понижаешь, чтобы пинг у тебя так же стоял на месте, но при этом потери пакетов гораздо меньше становилось. Суть ты уяснил. Попробуй поковыряйся и разберись в этом. Есть еще команда Raid. Чем она заключается? Именно это та же самая команда, которая находится вот здесь. Игра и неограничена. Понял, да? Вот это то же самое, неограничение, это вот тот же самый Raid, который ты пишешь в консоли. Я рассказал тебе о шести советах, которые так или иначе помогут тебе понизить пинг. Но! Дружище, если ты что-то не понял, либо хочешь увидеть дополнительные какие-то советы, напиши в комментариях. Банан, жду вторую серию. И я это увижу и обязательно сделаю годный контент. И, кстати, поделись этим видео со своими друзьями, потому что когда будет счет 14-14, и твой друг вылетит из катки, кого ты будешь винить? Конечно же себя, потому что ты не показал ему это видео. Он бы сделал те же самые советы. И эту каточку вы бы затащили. И не слили бы звания. Кстати, такие штуки нереально были, и у меня также были. Поэтому, братан, я все понимаю. Ну и, кстати, ладно, я пошел пилить годный контент. А ты красавчик, спасибо за подписку. И, кстати, посмотри вот это годное видео. Ну а с тобой был Серега Сабербанана. Пока-пока.